Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами пообщаемся опять в таком голосовом формате. Это уже второе мое видео. Напишите мне в комментариях, нравится ли вам, соответственно, такое общение, когда я нахожусь все-таки за кадром, а здесь какой-то рамандомный видеоряд. Однако, я думаю, что меня должно быть хорошо слышно, и вы сможете структурировать, может быть, информацию гораздо лучше, когда мой многострадальный звук, наконец-таки, вроде бы отлажен. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшняя – это манипуляции, но мы поговорим о манипуляциях, отвлеченно от психотипов. То есть мы поговорим о форме защиты от манипуляций, и, соответственно, может быть, немножечко затронем тему, структуру самих манипуляций. Стругайте огурчики, наливайте чаечек. Думаю, будет интересно. Итак, дорогие друзья, первое, что хотелось бы прояснить о манипуляциях. Я понимаю, что в интернете сейчас идет такой сбой, как война, на мой взгляд, в плане того, что мужчины говорят, что женщины больше манипулируют, женщины говорят, что мужчины больше манипулируют, но на самом деле нужно откликаться от ваших психотравм, нужно стараться смотреть на ситуацию объективно, несмотря на как бы вам не было больно, и стараться анализировать все с научной точки зрения. Потому что, конечно, я заметил вот среди комментаторов, особенно моего канала, очень много людей, которые игнорируют науку, и они смотрят научные видео, выбирая из них только то, что подтверждает их идею о том, что мужчины или женщины, они, допустим, в априори плохие и какие-то нехорошие, и много среди них там нарциссов, кого-то еще плохого. И, конечно же, нужно стараться проводить психотерапию вот эту, проводить психотерапию такую, чтобы она не влияла на восприятие объективной реальности. То есть, когда вы анализируете произошедшее с вами, вы стараетесь думать логически, исходя из тех научных данных, которые есть. Есть так называемые, ну, можно сказать, неопровержимые научные данные. Вот есть МКБ-10 и ДСМ-5. И однажды мне написали в комментариях, что я, мы, не считаю ДСМ-5 достоверным источником, а вот какого-то блогера, там, Маню, которая ведет блог про нарциссов, я считаю достоверным источником, то, что она там напридумывала половину. Дело в том, что нельзя так рассуждать. То есть, по сути, вы занимаетесь тогда не наукой, вы занимаетесь самообманом. Вы просто сидите, и вот как бабушки, да, семечки грызут, сплетничают, что Ваня плохой, Маша плохая, рассуждаете. Вот точно так же поступают, соответственно, вот эти блогеры, да, псевдопсихологи, которые не основываются на ДСМ и МКБ. Поэтому я заранее, прежде чем мы не начали там говорить и рассуждать, призываю вас к объективности, потому что я вижу прекрасно, те, кто у меня просили снять это видео, те, кто, соответственно, будет смотреть это видео, у вас есть какая-либо психотравма. Не позволяйте вашей психотравме затмить вам глаза, и, соответственно, старайтесь изучать науку. Только наука позволит вам стать здоровее, умнее, и, я думаю, что улучшить ваш образ жизни, да, качество вашей жизни. Это очень и очень важно, потому что человек эволюционировал только благодаря своему интеллекту. Поэтому я вам перед началом видео пожелаю, ну, в каком-то смысле, не деградировать, а эволюционировать. Итак, дорогие друзья, сейчас я вам прям выдам практические лайфхаки, не являющиеся определением психотипов. То есть мы потенциально говорим о любом психотипе. Это может быть какой-нибудь нарцисс, это может быть истероид с попытками, с претензиями на манипуляции. И чаще всего это могут быть расстройства личности. Это может быть и человек в биполярном расстройстве, там, в маниакальной стадии, да, когда это может сочетаться с нарциссизмом. Вспоминаем ТСМ-5 с Монгом, то, что мы снимали видео. Далее, соответственно, что это может быть? Конечно, психопатии, это могут быть социопатии, и там люди тоже специфически манипулируют. Но для нас это не столь важно, как он манипулирует. Потому что, конечно, можно подробно напишите мне в комментариях, если хотите, виды психотипов и их манипуляции обсудить. Но сейчас это не столь важно. Сейчас мы обсудим какую-то базовую защиту. Базовая защита от манипуляций является тем, что мы, соответственно, от манипуляции защищаемся, в первую очередь, логикой. Так как человек, который манипулирует, должен изменить логическое течение обстоятельств, да, то есть естественное течение, он должен изменить восприятие нашей реальности, да, то есть уйти от какого-то, ну, так скажем, нормальной ситуации, перевернуть ее вверх дном и сделать ее какой-то аномальной в свою сторону. Ну, яркий пример, когда, допустим, партнер перебивает другого партнера, обвиняет его в манипуляциях, хотя тот даже не успел, может быть, ничего сказать, да, толком. И получается он как бы вот такой, как скрытый нарциссизм, да, когда ты вроде жертва, и уже все перед тобой виноваты. Ай-яй-яй. Вот. То есть и тут неважно, на самом деле, какой вид манипуляций. Мы должны разоблачать, бесконечно, постоянно разоблачать манипулятора. Тогда манипулятору будет в какой-то момент сложно концентрировать мысли. Он будет ловить себя на мысли, что мы как бы его постоянно способны раскрыть. И такие люди, как правило, от нас бегут. Поэтому если задача, чтобы просто манипулятор перестал на нас давить манипуляциями, это самый простой способ, соответственно, самый открытый. Мы просто его берем и озвучиваем его манипуляции. Только здесь есть один как бы косяк, да. То есть нельзя, соответственно, манипулятора обвинять бессмысленно, как он это делает. То есть если мы раскрываем манипулятора, нашего интеллекта должно хватить на реальный анализ манипуляции. Вот как в предыдущей истории я рассказал. Девушка перебивает партнера или партнер перебивает девушку и говорит, ты манипулируешь, да, ты там неправ, плохой, негодяй и так далее. Или негодяйка. А вы озвучиваете, что я не закончил, тогда какой же я негодяй, я даже не закончил быть негодяем, как бы. Да, это я, может, выскажусь, ты поймешь суть, и тогда мы можем меня даже вместе начать обвинять. Да, ради бога. То есть и, соответственно, нужно озвучивать вот эти вот нелепости самих ситуаций. Все манипуляции, по факту, очень часто нелепы. Они глупы в том плане, что люди, как правило, манипулируя, напрямую озвучивают какие-то обвинения, да, и сами высказывают какие-то вещи, которые их беспокоят. То есть если у человека психотравма на манипуляции, он будет всех обвинять в манипуляциях, да, и сам при этом как бы манипулировать, играть в жертву, возможно. Если у человека, соответственно, нарушение в сторону самооценки, он будет ругать всех, что все какие-то глупые или некрасивые, или еще что-то. То есть это все равно скрытая или открытая критика в первую очередь. И мы можем озвучивать это, мы можем озвучивать и даже в каком-то смысле помочь, возможно, человеку это осознать. Почему ты так часто критикуешь окружающий мир? Неужели тебя что-то в себе настолько беспокоит, что ты вынужден настолько часто критиковать окружающий мир? Вот примерно так. И есть еще один способ, один лайфхак, более агрессивный, более скрытый, на мой взгляд, который может извлечь много информации из вашего оппонента, в который ваш оппонент сам должен будет спотыкнуться об свою манипуляцию и нарушить в ней логическое течение обстоятельств. Это бесконечное задавание уточняющих вопросов. Ты должен вынести мусор. Каждый день там, допустим, должен выносить мусор, потому что там, не знаю, ты меня любишь, заботишься и так далее. А почему ты так считаешь? Ну, потому что я там слабая девочка, или я мальчик, который работает, там обеспечиваю тебя окей. А почему тогда, окей, ты слабая мальчик, или слабая девочка, или ты работаешь? То есть даже очевидные вопросы, они, если их задавать в большой куче, заставляют манипулирующего спотыкаться. Конечно, их нужно задавать в рамках какого-то контекста, какого-то разговора. И приводить примеры здесь живые очень сложно, но получается, что мы будем фантазировать, придумывать какой-то аудиороман, я не знаю, где я там буду говорить, а вот в этой ситуации так можно было ответить, а в этой ситуации сяк. Но суть не в этом, суть способа в его понимании, как он логически действует, то есть чтобы вы могли его надеть в любой ситуации. То есть любое большое количество уточнений заставляет человека с расстройством личности, очень важно понимать, что у человека, скорее всего, должно быть какое-либо расстройство личности, чтобы это вообще прокатило. Должно, соответственно, быть расстройство, запоминаем. Дальше мы начиняем кучу, кучу, кучу элементов, каких-то вопросов. Можно спросить, какая погода была в этот день, неважно. А потом по кругу начать переспрашивать его какие-то вещи, которые действительно нас интересуют. Какой-то ложь, которую он сказал. И вот когда он перейдет на второй круг, он слабо спотыкнется. Когда перейдет на третий круг, то есть вы его по третьему кругу, какие-то ненужные и ненужные вопросы, раз нужный, да, он третий раз уже сильно спотыкнется. То есть вся ложь, она выйдет наружу. То есть это такой как бы скрытый допрос по факту. Так что вот вам, пожалуйста, два маленьких капкана, один даже маленький, другой большой, для того, чтобы ваш манипулирующий начал спотыкаться в диалоге. Конечно, манипуляции бывают разные, поэтому я не могу здесь, ну, брать какую-то вашу конкретную проблему и ее обсуждать. Это тема индивидуальных консультаций. Пожалуйста, у кого есть желание, обращайтесь, мы предметно обсудим. Но хотелось бы еще раз заметить, что ваше желание расставлять до бесконечности капканы и слушать, соответственно, какие плохие женщины-манипуляторши, какие плохие мужчины-манипуляторы. Вот это общество по защите женщин, мужское общество по защите мужчин, придумывание терминов там, мужчины какие-то, олени, кто-то еще. Вот это все указывает на вашу психотравму. Пока вы с собственной психотравмой не справитесь, никакие капканы вам не помогут. Вы можете ходить на курсы спарты, вы можете становиться супер-мужчиной, супер-брутальной, вы можете начать бриться топором. Но это все отображение ваших внутренних комплексов, понимаете? Проще пройти самотерапию, осознать эту проблему, что да, я встретил 10 тысяч плохих женщин, но среди этих 10 тысяч есть и хорошие. Опять же, с какими-то плохими женщинами, возможно, у меня был достаточно хороший секс, потому что это уже неплохо и стоила игра, возможно, из-за этого каких-то свеч и так далее, и тому подобное. Дорогие друзья, не взращивайте себе эти комплексы. Когда вы ищете видео, где разоблачается потенциально плохой персонаж, вы будете в себе флешбеки, вы вот эту вот вашу психотравму прокручиваете в себе до бесконечности, не борясь с ней. Ищите видео, которые заставят вас не просто научиться качественно защищаться от манипуляций, а стать здоровее. У меня на канале есть некоторые такие видео в плейлисте «Психология». Так что я желаю вам здоровья. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я вас жду на своих онлайн-консультациях.